Повышение пенсионного возраста В том числе и к рабочей партии России с призывом поддержать движение в защиту пенсионных прав работников Наша партия, Центральный комитет делает следующее заявление Бороться за продление здоровой жизни работников Центральный комитет рабочей партии России, проанализировав выступление Дмитрия Анатольевича Медведева в Государственной Думе Проталкивающего повышение пенсионного возраста в России заявляет следующее Российские работники, еще не организовавшиеся партию рабочего класса И потому недостаточно активные в профсоюзной борьбе за свои права и интересы Пока уступают давлению работодателей, удлиняющих продолжительность рабочего дня и рабочей недели Пользуясь слабостью рабочего профсоюзного движения, работодатели намерены удлинить трудовой стаж, дающий право на получение пенсии В результате растущей трудовой нагрузки у российских работников заработок в расчете на час труда падает, ухудшается их здоровье Поэтому в России у мужчин в возрасте 50 лет предстоящая продолжительность здоровой жизни составляет 14 лет А у женщин 16 лет, что на 10-15 лет меньше, чем в развитых европейских странах При таких условиях повышение пенсионного возраста станет убийственным для миллионов российских работников Превратит большинство доживших до пенсии в инвалидов Для укрепления здоровья работников и увеличения продолжительности здоровой жизни, выходящих на пенсию Необходимо сократить рабочий день сначала до 7 часов, а потом до 6 часов без понижения заработной платы Поэтому первостепенной задачей профсоюзов должна стать организация забастовок в форме уменьшения времени труда на 1-2 часа в день Рабочая партия России поддерживает призыв Конфедерации труда России к борьбе за защиту пенсионных прав работников И направляет в штаб по проведению общероссийской кампании по защите этих прав Члена Центральной контрольной комиссии Рабочей партии России Представителя Российского комитета рабочих по Москве и Московской области Василия Ивановича Шишкарева Активными солидарными действиями работники России добьются сокращения рабочего дня без понижения заработной платы И тем самым обеспечат укрепление своего здоровья, увеличение продолжительности здоровой жизни после выхода на пенсию В связи с этим заявлением я как член ЦК Рабочей партии России, рабочий, тоже хочу поделиться своими мыслями Ситуация на производстве складывается таким образом, что работники очень слабо участвуют в профсоюзной жизни Разобщены, неорганизованы в партию рабочего класса Пытаются бороться в одиночку или не бороться вовсе Но если вы отказываетесь от борьбы, то это не значит, что классовая борьба не идет Борьба начинается, как только мы вступаем в трудовые отношения С другой стороны, хозяева средств производства организованы в партии, имеют штаты юристов, государства А государство – это аппарат насилия и подавления противоположного класса Ну то есть нас с вами Они имеют мощную пропагандистскую машину, телевидение В их руках сосредоточена вся власть и собственность В таких неравных условиях неорганизованный разобщенный рабочий класс терпит поражение Фактически без боя, сдавая свои позиции Результатом чего является удлинение рабочего дня, трудовой недели Что приводит к падению заработка в расчете на час Падение уровня жизни в целом, ухудшение здоровья Переработки сокращают продолжительность здоровой жизни работников И надо констатировать, что первый раунд в этой борьбе мы уже проиграли, товарищи Я говорил со многими рабочими на разных предприятиях, сам работаю на производстве И знаю, что ситуация примерно одинаковая Работники в большинстве своем соглашаются на переработки И на те условия, которые нам предлагает работодатель А во второй части этого марлезонского балета Правительство, выражая интересы своего класса, капиталистов Намеренно увеличить еще и продолжительность трудового стажа Переработки сокращают продолжительность здоровой жизни Увеличение трудового стажа приводит к тому, что работники, работая в таком режиме Многие просто не доживут до пенсии Или доживут инвалидами И поэтому, товарищи, борьба за шестичасовой рабочий день без понижения зарплаты Становится еще более важным делом Это вопрос выживания Буржуазия, пользуясь нашей неорганизованностью Ежедневно, ежечасно, забирает наше здоровье Наши жизни, в конце концов Превращая их в капитал А сила наша в организации, в профсоюзы, в партию Несколько слов хочу сказать о партии Зачем вообще нужна партия рабочим? Партия рабочего класса – это такая организация Где соединяется профсоюзное рабочее движение с научным коммунизмом Образуя коммунистическое движение Это движение прогресса, это движение вперед Это выше, чем просто профсоюзное движение Поскольку выражают коренные интересы всего рабочего класса В партии служат интеллигенты, стоящие на позициях рабочего класса, ученые Которые очень нам помогают в нашей борьбе Без них нам не осознать свой классовый интерес И не победить Без партии, без профсоюзов мы обречены, как белка в колесе Бегать по кругу, пытаясь догнать все расцен Тратив пустую свою жизнь, здоровье Поэтому я призываю вас, дорогие товарищи рабочие Я обращаюсь к рабочему прежде всего Вступайте в профсоюзы, боритесь Вступайте в партию Выдвигайте требования, улучшающие положение работников И как основное требование Борьба за шестичасовой рабочий день Спасибо за внимание Успехов в борьбе Спасибо за внимание